дорогие наши друзья сегодня мы отправляемся с вами в дальнейшее путешествие по провинции валенсия и цель у нас деревушка халло или халлон где-то так в интернете пишут где-то так это деревушка абсолютно ничем не примечательно честно говоря нет там никаких достопримечательностей ну наверно кроме того что там побывали алла кошка и света света и владимир кот да да вот главная достопримечательность мы сейчас проезжаем с вами через городок олива ну может быть кому от кого-то заинтересует здесь есть апартаменты гостиницы и в общем-то недалеко море почему мы туда едем честно говоря у нас не было самой цели это деревушка халло но внимание для настоящих мужчин здесь можно купить настоящую любовь а ну чё ты дерешься сразу сразу дерешься да ну нет режим некоторым же интересно и я думаю что мы не надо примерно два километра настоящей любви ну это мы шутим ну нет шутим что хочу шутить а шутил что это наша цель а то что настоящая любовь там есть есть честное слово и я сам не знал но света нам показала вот ну едем дальше значит едем в горы красивые сады слева справа приближаемся же халло ну значит главная мысль то какая мы едем сегодня в одно замечательное место который мимо которого проехать будучи валенсии нельзя это город крепость как называется еще забыла нет это будет нет и не забыл я у тебя шикарная память просто это секрет вот следующий фильм будет потрясающий а это такой промежуточный мы остановили в деревушке халло здесь рынок работает очень хорошие цены очень хорошие продукты все местные все сорваны прямо с огорода но главное здесь огромная винодельня или винный цех или винный завод я не знаю называть как хотите невероятно огромных размеров столько вина алла чешет ведь и чут по требу у нее все зачесалось она руки вот так вот вот так вот слышите да вот так вот она прямо вот так вот руки сделала и а знаете что самое главное дорогие мужчины и женщины тоже дорогие ну кроме дороги любви тут еще в этом цехе все вино а там сортов ну 10 на то все можно попробовать бесплатно только это никому это большая тайна и знаете что самое интересное как вы думаете какая речь больше всего разносилась слева и справа ставь вокруг нас все говорили на этой речи думаете испанская нет думаете русская а а думаете да не думайте я вам скажу честно английская и немножко немецкой я сейчас скажу такую вещь а вы хотите верить хотите нет а в интернете можете проверить а еще лучше приезжать сюда убедитесь сами вот эта местность деревушка холон и все вокруг полностью запал заполнена англичанами сбежавшим с великобритании полностью настолько их здесь много что по официальной статистике их больше 50 процентов их больше чем местных жителей хорошо это плохо не знаю но в великобритании наверное ну скажем плохо с виновными или с климатом и очень много горный воздух шикарное вкусное недорогое вино а скажи вино тебе понравилось очень понравилось и мы даже привезли бутылочку с собой кстати да у нас еще осталось надо сейчас попробовать и дико безбега в погреб и у нас погребе все стоит целая бочка значит что я хочу сказать салом мы постоянно спорим ругаемся из-за вина нет причем у нас абсолютно одинаковое мнение что вино надо но вкус но надо пида алла больше всего любит ну чаще всего любит белая и полусладкая а я чаще люблю красное и сухое и вы знаете надо приходим магазин а у нас денег только на одну бутылку и берем подожди берем мы деремся такая битва бывает а я уступаю конечно уступаю уступаю давлюсь потом белом полусладким но если у нас мы в карманах поищем поищем и находим на две бутылки ну тогда берем посмотрите вот что внимание вопрос что в этих мешочках я боюсь прочитать название потому что придут постучаться в двери что-нибудь скажут поэтому название мы не нам не называем просто пишем что вы считаете в комментариях в мешочке то или то и светлана нас повела дальше зашли в замечательный гриль бар он знаете он напоминает я вам скажу или английский папы или какой-то немецкий но благодаря тому что тут одни англичане живут вот и мы покушали а мы каждый день каждый день молодец светлана она нас не только показывала красивые замечательные места валенсии она нам еще и показывала образцы местной ну ланчмет ну за лес я хотел кофе попить а на нем что-то было шапка чего-то короче ты не перебиваешь она нам каждый день показывать не только красивые места но и вкусную местную национальную пищу вот я забыл как это называется с помидором по спорту да вот типа вот нашей аджика прелесть короче секрет то куда мы едем это потрясающее место валенсии